Без официального титула, но одиналичным властителем Пальмиры был муж вот этой Зенобии, но долго она этого терпеть не стала. Говорят, что он был отравлен или слишком быстро умер, и она оказалась настолько энергичной. А это опять, вот видите, как беды и несчастья огромного государства рядом влияют на маленькую Пальмиру. Сначала, когда вот этот вот был период гражданских войн между республикой и империей, так сказать, она начала развиваться. А теперь уже на закате Римской империи античной, в середине третьего века, вот эпоха солдатских императоров, так называемых, когда притарианская гвардия раз в год выдергивала кого-то править, потом он не нравился, его убивали, выдергивали следующего, и понятно, что было недоуправление провинциями. И Зенобия ухитрилась, сосредоточив все эти ресурсы и попытавшись конвертировать вот это мощнейшее финансовое могущество в политическое и военное, она сформировала огромную армию и в какой-то момент, лет, наверное, на 15, сосредоточила под своей властью, вдумайтесь, чуть ли не четверть территории Римской империи. То есть ее владения простирались до южных границ Египта, так сказать, включали всю Сирию, Орданию, Турцию, так сказать, и так далее. То есть вот на востоке Римской империи возникла вот такая псевдоимперия еще внутри. Но продолжалось это недолго, потому что первый же вменяемый император, который чуть-чуть в Риме порядок навел, которого звали Аврелиан, и который в Риме построил стены, которые нынче там есть вокруг города, быстро собрал карательную экспедицию, и, в общем, это было прекращено мгновенно. Все земли были возвращены под римское владычество, войска Зинобии были разбиты, сама она была привезена в Рим и, так сказать, была проведена в триумфе в качестве пленницы, но выжила, не была казнена. И потом олигархи местные все еще не очень поняли этого сигнала, который из Рима пришел, и лет через 15-20 попытались опять выступить, но кончилось это уже совсем плохо, потому что войска императора Диоклетиана просто камня на камне не оставили от этого города, так сказать, там, где был дворец Зинобии, стал быть расположен римский военный лагерь, и город мгновенно пришел в упадок, и уже, так сказать, античности он не пережил. Это еще одна из причин, почему там так много сохранилось. Казалось бы, при чем здесь Екатерина II? А вот какая история. Дело в том, что она, как известно, с Вольтером состояла в переписке, а для XVIII века вот все вот эти античные сюжеты, это было живое. Это то, с чем они себя соотносили, и с этими примерами они жили. И поэтому то ли Вольтер где-то, то ли это, вот как один из английских авторов, Ян Браунинг, который про Пальмиру писал, предполагает, что это зародилось где-то в недрах французского посольства при Екатерине. Это надо еще исследовать этот вопрос. Речь идет о том, что выражение «Северная Пальмира» к Петербургу было приложено вне всякой архитектурной связи Петербурга с Пальмирой сначала. А речь шла о том, чтобы очень тонко под видом лести уколоть Екатерину II. Ну, потому что для Европы, в общем, возникновение такой громадной, достаточно сильной империи под боком приятным быть не могло. Это мы и сейчас знаем. Получалось, что сравнение Екатерины с Зинобией, оно, во-первых, было очень наглое. Под видом лести, потому что действительно вот такая властительница Востока, так сказать, Римской империи, властительница Востока Европы, вот такая царица, так сказать, энергичная, которая громадные территории контролирует, вроде бы это такая прямая лесть. С другой стороны, это явный намек на убийство супруга и нелегитимное, так сказать, вхождение во власть. И намек на то, что ничего, вот, так сказать, пройдет немножко времени и мы разберемся. То есть вот такая ядовитый укол под видом лести. Кто уж был его автором, это не очень понятно, но вот это то, каким образом Петербург стал называться Северной Пальмирой впервые. Продолжение следует...